Друзья, привет! Это Зинаш. Время 1.45. Покатаемся, други мои? Что-то вчера ночью легла. Вчера только закинула баланс на телефон, на мобильный интернет. Выключила, легла спать. Думаю, блин, что-то я, во-первых, в бассейн давно не ходила. С той недели. С этой недели. Посмотрела, оказывается, я 6-го числа платила за месячный абонемент. Думаю, блин, а там же не будут смотреть, сколько раз ты ходил. Ты, может, месячный абонемент купил, и два раза всего можешь сходить. Или все 10. Поэтому сейчас приеду, спрашиваю, сколько дней осталось. До 6-го. Сегодня какой? Третье, наверное, да? Друзья, вот честно, на пеньте сидишь, оно и не нужно. На работу не ходишь, бумаги не заполняешь, не знаешь, какое число. Машину прогрело, тепло в машине. Солнце выглянуло на улице у Халадина. Вчера вечером, смотрю, в WhatsApp добавили мне какую-то группу. Открыла, оказывается, соседи. И там звуковое письмо, что у нас намечается проблема с водой. У нас здесь, там, где я живу, и окрестность, вода идет из скважины, артизианская вода. Скважина находится на территории храма. Я поэтому же говорила, живу как у Христа за пазухой. И года три или четыре назад насос сгорел. И там одна женщина у нас на улице, она собирала деньги, по пять тысяч денег, чтобы купить насос. Как раз карантин только-только снимали. Блок посты открывали. Они успели купить. И соседка позвонила, говорит, что будем делать. Акимат. Ну, как у вас, в России, там, Беларусь, Украине, наверное, глава района. Вот. Сколько раз я ходила в этот Акимат наш, чтобы проблема с освещением, проблема, что асфальта нет у нас. На дороге толком нет. Видели же, я еду по нашу улице, по Колдубинам. Вот. К соседке пошла. Ну, она как, она 30 лет здесь живет. Она типа старшая. Старшая по улице. Чай попили. Она говорит, ой, что будем делать? Я говорю, надо сходить к отцу. Батюшке. Отец Андреев у нас здесь. И спросить. Он писал в чат сообщение, что с марта... Там люди написали, что с марта воды не будет у нас. Это, друзья, проблема из проблем. Посидеть, чай попили. Она говорит, пошли сейчас к нему домой сходим. Она говорит, я с ним общаюсь. Говорю, сюда. Я говорю, пошли. Пошли. Ну, там ворота закрыты. Ну, часов 9, наверное. Я говорю, наверное, неудобно. А у него служба с 8 до 11. Где до 10. Я говорю, давай лучше пойдем после службы. Потому что, как и любой человек, утром перед каким-то мероприятием... Пускай это служба, пускай это молитва, намаз будет. Пускай это работа где-то. Человек заранее приходит. Готовится. Даже учителя вот. Потому что, когда я работала, если в 9 занятий начинаются, минимум за полчаса нужно прийти, чтобы взять лекцию, чтобы взять какие-то наглядные материалы, там еще что-то. И морали подготовиться. Вот я говорю, давай завтра сходим в пол-одиннадцатого. Идем. Ну, вот собрались, садились с ней. Пошли в храм. Батюшка как раз вышел со службы. Поговорили. Он говорит... Категорично я не говорил, что именно с 1 марта буду отключать воду. Но этой башне водопорной, не знаю, там больше... Ну, где-то около 30 лет. Там она все... Трубы заржавели. Там вот этот верхний, где слив воды идет. Там тоже когда проходила, когда я снимала, показывала, там налить вода переливается. А летом перебои с водой... А с водой бывает, потому что полив идет, огород начинается. И более-менее вода идет, это ночью. Вот. Он сказал, говорит... Категорично я никому не говорил, что именно с 1 марта или с 1 апреля перекрою воду. Но проблема в том, что... Не сегодня, а так завтра. Не завтра, через месяц. Не через месяц, через год. Насосная станция, вот эта скважина, что-то сломается. И я лично буду категорически против ее ремонтировать, потому что себе дороже. Вот. Вышли оттуда и... И не знаю, почему соседи я там взяла 5 лет. Вот в марте будет через месяц, получается. Будет 5 лет, как я здесь живу. И вот все соседи ко мне приходят. Динаш, давай, ты грамотная. Ты составь письмо в Акимат. Ты давай организуй собрание всего нашего поселка. Я говорю, друзья, я все понимаю, но, допустим, на... Если встать на место, допустим, жителей, они скажут, кто такая, мы тебя вообще не знаем. Я говорю, они говорят, давайте завтра, в воскресенье проведем собрание. Я говорю, во-первых, в любое собрание, любое, нужно обращать людей заблаговременно. Это раз. Во-вторых, нужно определиться с местом. Сейчас зима, на улицу долго не постоишь. Вот. И в-третьих, нужно определиться с местом, с временем. Пойти договориться с Акимом, чтобы он посетил собрание. Батюшка там в любом случае придет. Вот. Поэтому спонтанно, говорю, так ничего не делается. Там я пришла, думаю, нет, надо здесь, я уже сейчас без восьми двенадцать. Хочу съездить в бассейн, поплавать. Вот. И люди ведь указывают, там в чате, вчера Голоса вычитала, люди, что на что гораст. Деньги копейки мы не платим. А у нас скважина, вы знаете, чтобы воду качало, это нужно с насоса. А насос это электричество. Церковь с нас не берет ни деньги за воду, ни за... Единственное, мы сбрасывались на... Собирали деньги на новый насос. Вот за пять лет я один раз дала. А они говорят, что за тридцать лет всего два раза собирали деньги на насос. Вот. И люди просто в чате слышу, пишут, вот, он не имеет права, этот батюшка. Это общая вода. Что он должен писать официальное письмо нам в чат, что я такого-такого числа буду перекроем. По-человечески, вот, с ним поговорила, вот, настолько грамотно, знаете, спокойный, вот, такой умный батюшка. Батюшка Андрей. Отец Андрей. Я говорю, ну, это равносильно тому, что, допустим, соседу заклинув вот этому, в огород, ты говоришь, так, а ты че там эту елку посадил, или ту яблони посадил. Не надо туда, мне не нравится. Пересади давай сюда. Не то, что, допустим, тебе мешают, а просто не нравится. И вот зачем ты эти цветы посадил? Не надо, сюда розы надо посадить. Это элементарно, вот, почти такая ситуация. И вот сейчас с вами разговариваю, и вот такая же ситуация применяю, такую ситуацию применяю к себе. Это, ну, не на Китаю, это, опять же, про, не про свой канал даже, про другие каналы блогеров, что там люди начинают указывать, почему ты не снимаешь маму, почему ты не снимаешь свою работу, почему ты говоришь так, почему ты смайлики пишешь. Это мне уже писала Роза, другая. Поэтому, друзья, двух-трех человек сразу заблокировала, чтобы не портить себе давай себе нервную систему. Вот, потому что мне писали, когда в прошлом году я показывала свою, свой санузел, мне одна мадам написала, ой, это ремонт, это не ремонт, а вот обстановка в санузле у меня, это ремонт двухтысячных, что так сейчас не делают, надо все разломать, ой, мы упали, надо все разломать и построить по последнему писку моды. Я тогда ей написала, что меня это все устраивает, во-первых, во-вторых, если даже какую-то мобильную санузел я буду осуществлять, то это, сейчас, то это мое сугубое мнение, личное, вот. Зачем ты это делаешь, Зинаш? Зачем ты это? Зачем ты? Ну, читали, наверное, комментарий, я не удаляла, а я заблокировала, она удалилась, по-моему. Она писала, да, удалилась, она писала, это Роза, что то, что в последний раз, в последнем видео уже там смайлики, когда на экране напишу что-то, или когда ответ вам пишу, там сердечки, ну, и вот это вот смайлики. Она написала, что смайлики отправляют очень тупые люди, неграмотные, тупые. Это я, тупая и неграмотная. Поэтому слов не хватает, словарного запаса у меня не хватает, видимо, ума не хватает, то же самое, поэтому я отправляю смайлики. Я ей написала, что те же самые смайлики придумали и загрузили далеко не глупые люди, потому что иногда одним смайликом, одним значком можно выразить свои чувства. если там какую-то ахинею несут, можно вот такой смайлик сделать и все. Или спрашивают там, как у тебя что-то решила, и такой смайлик отправляют, что даже не знаю. Поэтому тоже равносильно к этой ситуации, что пишут делать так, почему это сделала так, потому что это сейчас не модно, это не актуально. А я отвечу так, друзья. Опять же, это поговорка или пословица. Каждый сверчок знай свой шесток. И в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вот такие дела, друзья. Сегодня суббота. Я один раз только в субботу по-моему ездила в бассейн, но там народа почти не было. Не почти, там 3-4 человека было. И вот решила сейчас съездить искупаться. Приеду, наверное, займусь кухней, не знаю, не буду закатывать. Вчера вечером которое видео скинула, где я сгущенку трескала. Думаю, блин, сейчас на меня посыпятся. Видимо, люди все культурные, поэтому не стали писать. А остальные наши команды, ой, Зинаша, раздразнила, сейчас тоже пойду, там, чай попью, туда попью, сюда попью. ну, как есть, так есть, друзья. Чего я буду обманывать? Кто меня знает, тот знает. Если я так обила, пушистый, я буду на видео, они скажут, Зинаша, да ты, блин, мать, покишковаться ночью не прочь. Говорила же, одна женщина писала, ой, наконец-то, дорогу показывать, а не себя. Ну, что показывать? Ну, ладно, вот покажу. что интересного? Такая же дорога, как такие же машины, такое же движение, как в России, как в Беларуси, как в Украине, как в Казахстане, что в Алмате, что в Астане, что в Чикенте, что в Кентал. Правильно же? Такие же светофоры. Вот. Кстати, я когда работала, работала телохранителями, будете рассказывать, и вечером, летом уже, по-моему, ну, не важно, на работу прихожу, туда, к ним, на виллу, и девчонок куда-то он уже был везти. И вот девчонок в машину посадили, едем, и старшая дочка их мне говорит, ой, тетя наш, знаете, что вчера было? Я говорю, что? А хозяйка репка, когда за руль сама садилась, она садится и вот так держит руль. Мы, говорят, ехали на Геленвагене, на Гелике. Не знаю, куда они ехали, почему там бабушки или кому ехали они. едем, едем, хозяйка сидит с левой стороны, левая рука же едет ваге. Я сижу с мамой рядом и что-то в окно посмотрела, смотрю, машина гаишников проезжает, в окно смотрят, показывают, прижмитесь, прижмитесь, жезлом, тогда жезлы были, показывают, по стеклу сучат и показывают, остановитесь. Ну, девочка мне рассказывает, она говорит, я маме говорю, там гаишники, а, гаишники с ее стороны, с хозяйкиной стороны, с левой стороны ехали. Для водителя, водителю показывают, остановись. А, это, дочка ее говорит. Дочка ее говорит. Я тетя наша выглядываю, так смотрю, что такое, а этот гаишник ей показывает, остановись, остановись. Я говорю, мам, она на дорогу смотрит, что, она говорит, там он гаишник. Она говорит, и что? Ну, он палочкой стучит в окно и показывает, чтобы остановились. Она едет, говорит, мама. Я говорю, а потом, а гаишная машина то с этой стороны объедет, говорит, пока она уже мне показывает, скажи, чтобы остановилась, чтобы на меня посмотрела. Потом, то с той стороны объедет. Девчонки, вы приколы были? Я говорю, и они, говорят, с этой стороны ехали, а потом, то есть, она объехали, стучат, стучат, и так, чуть подальше подъехали и показывают, и остановились. Хозяк-то посмотрела и голову мотает. и поехала, и поехала, как они до самого дома, до бабушкиного дома за нами ехали. Я просто такую ситуацию представила, думаю, сейчас гаишники будут ехать, да раз, постучат, потому что я от дороги не должна отвлекаться. Еду, еду такая, гаишники раз, постучали, я такая, говорят, остановитесь, и так, еще так глазами показывает. Ну, я же язва-то, потом как-то с хозяйкой поехали куда-то, не знаю, в Кастельком, что ли, мы поехали. Она родителям телефон подключала. И говорю, что, Раша сказала, что, гаишник тормозили. Она говорит, ну, я говорю, а что? Ой, не знаю. Я на дорогу, вот смотрите, или на них, они, говорит, палочкой стучат, показывают, говорит, остановились. Я говорю, а вы, что сказали? А я сказала, нет. Она кадр была, блин. Вот. Все. Ой, началось. Ну, хоть бы, на нашей улице, хоть бы, хоть бы, такой асфальт постелили с колдаюбинами. Оба. 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 екал и мэнея, как, этот, экстремальное вождение, блин. Ямки обезжаю. Что, показать вам? Вот автобус едет, а вот это мне нужно сейчас ямку. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, здесь яма. Вот так вот. А теперь вот так вот. Там машина едет. Опять вот так вот надо ехать мне. или опять яма. Надо вот так по стричке ехать. Там яма. Чуете, какие экстремальные условия для вождения? Сейчас пропущу, потому что проезжай давай. Крадешься. Это еще асфальт здесь лежит. Сейчас там дальше не будет этого асфальта. Там вот гребаный мультфильм. Вон где газель идет, там заканчивается уже асфальт. А здесь вот опять эти колдоебины. Вот. Вот опять какая-то дырочка. Все. Здесь асфальт уже сняли. И начались танцы с бубнами. Чуете? По какой дороге я вас везу. Кто там хотел посмотреть не мою физиономию, а дорогу? Друзья, без обид. Люди разные. Вот. Показываю. Здесь, видите, на деревьях иния почти нету. Почти нет иния. А там у нас деревья все белые-белые. а здесь вот ветки все голые. Почти. Вот вопрос. Что интересно? Вот я еду, и должна рассказывать какую-то историю. Не должна, а просто, допустим, я рассказывала какую-то историю и вот это вот свистопляска на дороге. шиповник растет. О, это не шиповник. Это какая-то порода другая. Видите, ввереди машины разъехаться не могут. Еле-еле разъехались. потому что у меня машина высокая и ей без проблем. А когда машина низкая, там, конечно, проблематично. Опа, опа, задницу занесло. Вот, други мои. Бассейн пойдем, нет? О, там ребятишек, смотрите, какие санки. Санки к санкам прибязали. Да? По-моему. О, двух ребятишек. Одни санки на вторые санки привязали. Прыгаем, держитесь. Оба, оба, оба. так. Сейчас мы встанем задницей туда, чтобы на лобовое стекло солнце светило. А выйду с бассейна, даже печку не надо будет подключать. Поближе к той машине припаркуешь, чтобы место экономить. пахнет. 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 Ну, давай. Хоп. Все, парканулись. Хоп. Хоп. Фары. Хоп. Все, други мои, пошла купаться. Смотрите, у меня здесь принесла машину взлетные конфеты. Рахатовские. дороги. Дороги. Целая бакалея. Мармеладки. Помадковые. Сейчас скажут мне, наверное, одно место не слипнется. Не слипнется. Я же заразу еще не буду есть. и ой, надо съесть, а то они замерзнут. Яблоко и мандаринка. Наверное, не знаю, не буду закатывать. Домой, наверное, приеду и надо кухней заняться. Завтра, наверное, за мамой поеду. Все, други, пока. Ваш Азинаж.